Что вызывает зависимость от наркотиков? Чтобы выяснить это, исследователи 70-х изучали крыс, помещенных в пустые клетки. В таких экспериментах животным предлагалось сделать выбор между обычной водой и водой, разбавленной психоактивными веществами. Поскольку подавляющее большинство крыс выбирали воду с наркотиками, становились зависимыми и умирали от истощения, был сделан вывод о необходимости жесткого контроля этих веществ в дальнейшем, получившего название войны с наркотиками. Но другой исследователь решил, что это довольно очевидно, что одинокие крысы в условиях заключения будут выбирать наркотики вместо воды. Он поместил их в просторный вольер, который он назвал крысиным парком с друзьями и всем, что животное может только пожелать. Его крысы предпочитали не использовать наркотики. Он также исследовал пристрастившихся к наркотикам крыс в условиях одиночества, которые постепенно отказывались от наркотиков, оказавшись в крысином парке. Подобно тому, как многие люди получают сильные наркотики в условиях госпиталя и затем перестают их использовать, оказавшись дома в окружении любящих членов семьи. В то время как одинокие и несчастливые люди, пробующие уличные наркотики, превращаются в наркоманов. Эти эксперименты демонстрируют, что химическая зависимость – это далеко не единственный фактор, играющий роль в злоупотреблении психоактивными веществами, и что предоставление доступа к вольерам, в которых удовлетворены наши общечеловеческие потребности, гораздо важнее, чем ограничение доступа к наркотикам с наказанием тех, кто их использует. Напишите, что вы думаете на этот счет в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok